Что может быть лучше бутерброда с колбаской на завтрак? А если это домашняя колбаса, то день удался. А как сделать эту вкусную и плотную колбасу я вам сейчас покажу. Для приготовления такой колбасы лучше всего подойдет свиная шея и куриная грудка. Не давайте нагреться фаршу выше 12 градусов, иначе выделится большое количество сока во время приготовления колбасы. Молоко должно быть ледяным. Синюгу можно заменить белковой оболочкой, а начинять при помощи мясорубки с насадкой или просто ложкой. После того как фарш постоит в холодильнике, он уплотнится, поэтому колбасу нужно будет перевязать. Хранится колбаса в холодильнике в бумаге или в вакууме. Угощайтесь. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Нарежьте куриное филе и свинину. Отправьте в морозилку и слегка подморозьте. Пропустите через мясорубку. Добавьте молоко, специи, два вида соли. Быстро перемешайте. Замочите синюгу согласно инструкции. Набейте ее плотно фаршем. Завяжите туго концы. Отправьте колбасу в холодильник на сутки. По 200 на 8 часов при комнатной температуре. Затем готовьте в духовке на решетке при температуре 80 градусов. Готовьте колбасу до 75-77 градусов внутри батона. Охладите батоны колбасы в чаши с холодной водой. Выньте, обсушите и уберите в холодильник на 12 часов. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...